Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Меня зовут Елена, и вы попали на мой канал о Грузии. Сегодня мое видео опять из Батуми, и мы с вами проедем на велосипеде по новому Батумскому бульвару. Также я покажу вам новый бульвар, каким он был 12 лет назад, в 2010 году. Видео сегодня может быть немного неровным, так как мне приходилось и педали крутить, и видео снимать. Приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Посмотрите, что можно увидеть, как идет на посадку Батумский аэропорт-самолет. Батумский бульвар – это отдельная достопримечательность Батуми и вид развлечения. Бульвар делится условно на новый и старый. Старый бульвар заканчивается примерно немного дальше Дельфинария. А сейчас мы перенесемся с вами во времени и окажемся на том же самом месте только в 2010 году. В то время вокруг не было ни одной гостиницы, ни одного дома, был только один бульвар. И когда я все это увидела, то очень удивилась и сказала, это что вообще здесь такое, здесь же никого нет, здесь даже жутко, и кто сюда вообще придет? Здесь вокруг нет ни одного дома. Ну вот, прошло 10-12 лет, и вокруг стала бурлить жизнь, построились новые красивые гостиницы и дома, место стало неузнаваемо. Здесь всегда очень много отдыхающих, жизнь кипит ключом и много всего интересного. Перенесемся в наши дни и сравним, как изменилась картинка кругу, как выросли кусты и деревья, но самое главное, как выросли дома вокруг. Протяженность Батумского бульвара составляет 7 километров. Здесь оборудована специальная велодорожка, на которой можно прокатиться на велосипеде, самокате, семейной карете-велосипеде, велосипеды-тандемы, на которые едем и сейчас мы, а также на электрическом скутере-карете, не знаю, как он правильно называется, ватороллерах, роликах, самокатах и скейбордах. И во время катания любоваться пейзажами вокруг, пляжами, кафе, ресторанами, зеленью, домами. В общем, увидеть можно за короткий промежуток времени много всего интересного. И немного истории. Считается, что идея создания бульвара в Батуми принадлежит губернатору Смекалову. Родилась она почти 150 лет назад, а строительство началось в 1881 году. С тех пор внешний вид Батумского бульвара все время менялся и совершенствовался. Сначала над проектом работали немецкие дизайнеры, затем их дело продолжил французский садовод-декоратор Михаил Дальфонс. Очень любимый и известный здесь. Именно его местные жители считают основателем бульвара. И в честь него установлен бронзовый памятник. Справа мы видим сохранившиеся пока дома советской постройки. Но постепенно эти дома выкупаются и у жителей сносятся, и на их месте вырастают современные гостиницы, которые мы видим впереди. Белое большое здание справа – это первая гостиница Orbe Group, построенная в этом месте. Сейчас мы с вами проезжаем мимо аквапарка. Он расположен около Европарка Palace Hotel. Принадлежит отелю. Комплекс водных аттракционов работает с 2008 года и является одним из любимых мест отдыха в городе. Вход в аквапарк стилизован в средневековый замок. Расположен парк аттракционов под открытым небом. Занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров. Инфраструктура парка включает развлекательные объекты, центр релаксации, удобство для комфортного отдыха, заведение общественного питания и медпункт. Но я лично никогда не видела там какого-то большого скопления людей. Так от силы 10 человек ходят, обычно там никого нет. В этом месте сформировался очень красивый вид на череду гостиниц. Такое ощущение, что это одна сплошная стена. Но на самом деле это, конечно, разно стоящие здания. Вот те здания, высотные гостиницы группе Орби, они вообще стоят за проезжей частью дороги. А вот это электрические скутеры, на которых могут сидеть одновременно три человека. Ну, если дети на руках, то больше. Полчаса езды на велосипеде, на котором едем мы, стоит 15 лари. А вот на этих скутерах стоило дороже. Но для местных жителей подешевле. Конечно, если вы турист, то цену назовут немного другую. Сейчас мы подъезжаем к отелю Колосео Марина. Это пятизвездочный отель, расположен прямо на берегу моря. В нем есть открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, оздоровительный испа-центр, сауна, фитнес-центр и гидромассажная ванна. Выполнен он в форме колизея. В течение всей своей истории бульвар много раз подвергался реконструкции. На нем меняли покрытия, появлялись новые скульптуры и памятники. На сегодняшний день это удобная и современная площадка для прогулок, занятий спортом и отдыха. На всем протяжении бульвара можно встретить много различных ресторанов, кафе. Есть спортивные площадки, волейбольные, футбольные, а также карусели для детей. Это я сейчас возмущаюсь на людей, которые идут по велодорожке. Там вечно кто-то идет. Мне это всегда непонятно. Рядом сделан широченный бетонный бульвар для людей. Почему же надо идти всегда по велодорожке, создавая тем самым опасность для себя и окружающих? Впереди перед нами красивая башня. Это ресторан Тауэр. На первом и втором этаже ресторан, а вверху смотровая площадка. К сожалению, я там так ни разу и не побывала. В этом году мы специально туда пошли, но начался такой ливень, что пришлось бежать обратно домой. Очень оригинальное и красивое сооружение. Сейчас мы с вами окажемся на дорожке, выложенной плиткой. И снимать из отряски, к сожалению, здесь становится невозможно. Ну и нам пора уже было сдавать велосипед. Сейчас предлагаю вам полюбоваться потомским закатом. И парусником на вечернем море. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok